Здравствуй, солнце! Жители Заполярье первые долгожданные лучи ждут с особым настроением. Народный праздник совпал с именинами газеты «Вечерний Мурманск». Порадовало ли солнце мурманчан? И какой он? Идеальный праздник для редакторов, корреспондентов и читателей «Вечерки» расскажет Татьяна Юлусова. Свидание с солнцем каждый год назначается на последнее воскресенье января. На праздник встречи, вернувшегося после полярной ночи светила, ежегодно собираются сотни мурманчан. Меня так все очень сильно ждали. Было очень много радостных детишек. Все так пели песенки про солнышко, водили какие-то маленькие хороводы. Настроение у мурманчан просто отличное. Всех с праздником! Поздравляем с праздником солнца. Хорошо бы, если вышло бы солнце. Были бы рады очень. Счастья, здоровья, любви, тепла. Нет, не каждый. У нас по традиции почему-то на праздник солнца, солнце отсутствует. А на следующий день обычно светит. Соскучились, очень долго ждали. 30 дней прошло. И вот скоро мы его увидим. Мы очень радуемся. Самое главное – мысль позитивная, и все будет хорошо. И даже в полярную ночь. Но появляться солнышко на своем празднике не спешило. Гости выманивали его из-за горизонта танцами, песнями и плясками. Жмуриться от ярких лучей мурманчанам так и не пришлось. В небе появились лишь его заменители. А солнышко у нас воздушное войдет. Их будет много-много солнышек. И все, оно запустится в небо. Шарики будем запускать? Видеть солнышек. Так что у нас солнышек сегодня будет много. Настроение супер. Чая все мало. Наливай побольше, говорят. Ждали солнышко не только на центральной площади. В солнечном сквере на Марата с размахом отмечали день рождения газеты «Вечерний Мурманск». Частушки о любимой вечерке превращались в подарки, а хорошее настроение подкреплялось сладким чаем. Читаем, очень любим. Все новости от вас узнаем. Большое спасибо. Желаю вам процветания, благополучия и чтобы дальше так в том же туге. Нам очень нравится статья, которая пишет о городе, что происходит в городе. Вся информация, все события. Особенно статьи, которые касаются многодетных семей, потому что мы многодетная семья. Вот у нас тут трое деток. Жене больше всего нравится вечерка. Меня заставляет идти, я выписываю. Новости всякие про город. Программа есть. Нравится. Без преувеличения можно сказать, что за два с лишним десятка лет вечерка зашла в дом каждого мурманчанина. В последние годы репортажи газеты в широком доступе глобальной паутины, но эпистолярных поклонников меньше не становится. Газета не только не умирает, но и развивается. Она становится все интереснее, ее тиражи растут. Это говорит о том, что людям все-таки приятно читать газету. Живое общение. Что мы сегодня наблюдаем? Ну что тут сказать? Вот люди все здесь уже сказали. Встречаем солнышко и в его первых лучах отмечаем свое день рождения. Нам очень повезло с нашими читателями. Смотрите, сколько у нас верных и преданных друзей. Мне кажется, ни одной газеты нет у таких читателей. Поэтому 23-летие. Что ж, мы в самом расцвете делаем эту газету для этих людей. Солнце на снегу, блинчики с пылу жару, горячий чай и гармонь – таков идеальный праздник в минус 15. И пусть солнце так и не появилось, на сером мурманском небе мурманчане, как всегда, растопили зиму хорошим настроением и атмосферой праздника.